добрый день с вами империя пикчеры сегодня я покажу вам как нарисовать звери стиле акварелью если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами намечаем птичку примерно в середине листа снизу оставляем расстояние чуть больше чем сверху обозначаем голову животик по сути если упростить птицу мы можем получить два вала один малый области головы и один более крупный это тело хвостик у нас будет треугольники намечаем также треугольный клювик коротенький маленький раздаваем мы его на две части затем мы намечаем глазик от носика проводим линию соединяем с глазиком и на лобной части мы добавим небольшой хохолок он будет у нас вот так вот прям идти приподнятый наверх виде удлиненных перышек далее показываем за заднюю часть головы которая будет округлой намечаем спинку плавно переходим от головы к шее здесь вот под кривиком также намечаем перышки они будут у нас определенного оттенка в дальнейшем посередине тела мы намечаем крылышко тоже у нас она будет округлым и снизу более такая удлиненная часть треугольная крыльев крыло мы поделим на несколько частей на различные слои перышек какие-то перышки у нас будут проходить вот такими вот по круглыми линиями какие-то вот на верхней части крыла будут более коротенькими далее наметим хвостик тоже будет вытянутые немножечко плосковатый поделим там также на несколько перышков его далее соединяем с животиком теперь мы наметим палочку на которой будет сидеть наш свиристель и аккуратненько добавляем на эту палочку лапки они будут ее обхватывать прямо обвиваться вокруг палочки веточки и вторую лапку тоже намечаем на кончиках коготков намечаем острые когти в принципе у нас рисунок готов и мы можем начинать писать акварелью для этого нам понадобится две кисти одна более широкая а другая тоненькая для маленьких деталей предварительно рисунок подчищаем с помощью ластика чтобы у нас не оставалось лишних линий так как они будут видны сквозь акварель на первом этапе мы намочим нашу птичку водичкой будем писать в технике по сыром а пока вы это делаете я вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные семь дней ждем вас к нам на обучение смешаем темно-коричневый оттенок и красненький нанесем эти цвета на грудку также мы можем туда подмешивать и цвет охры соединяем их между собой чуть дальше ближе к середине тела возьмем более темные оттенки коричневого и начнем создавать крыло верхней части также спинку головку сделаем светло-серенькой используя черный цвет в разведенном водой виде растяжку от серенького делаем коричневому нижнюю часть животика можно сделать в холодных оттенках соединяя голубоватый оттенок серым оранжевый цвет мы добавляем на хвостики и немножко на грудки и на крылья под крылышком мы также обозначаем темный участок и даем краски растечься спокойно для этого мы собственно и листик намочили для того чтобы получить красивые переливы цвета друг с другом сам хвостик мы тоже делаем таким сереньким с коричневым оттенком немножечко можно добавить голубенького сами крылышки сделаем темно-серыми практически черненьким хвостик аккуратненько дописываем до конца и кончик его сделаем желтеньким хохолочек на голове у нас также будет в оранжевых оттенков добавляем краешек делаем резной под хохолком тоже обозначаем тень затемняем под глазиком также мы добавим оранжевое пятнышко небольшое теперь можно взять маленькую кисточку и пока птичка подсыхает заняться нашей веточкой берем темно-коричневый оттенок и прописываем ее аккуратненько по форме стараемся сделать это полупрозрачными оттенками красочки разводим с водой в принципе в акварели не может быть густой краски так как она у нас целом является полупрозрачной красочкой поэтому всегда должно быть мокренько разводите все водичкой под клювиком намечаем черное пятнышко и немножечко над носиком обводим аккуратненько вокруг глазика и под хохолком также у нас птичка немножко подсохла мы можем добавить детали на крыло черненькие снизу и на хвостик проявляя каждое перышко отдельно такими планами полосочками темным оттенком коричневого также мы прописываем лапки и коготки теперь добрались и до самого клювика тоже полупрозрачными коричневого то черными оттенками наносим клювик оставляя расстояние между верхней и нижней частью там мы подчеркнем более темной красочкой черненькой и разъединим верхнюю часть клюва от нижней можно их немножечко подразумевать водой по верху чтобы проявить посильнее свет немножко затемним спинку по контуру тоже для время подсохнуть и смешаем коричневый оттенок и добавим немножко оранжевого и затемним на хохолочки снизу мы сейчас занимаемся пропиской деталей основные то новые цветовые соотношения мы нанесли сейчас остается только доработать птичку добавить деталей и будем завершать подчеркнем также по контуру хохолок более темным оттеночком животик глазик намечаем черной красочкой оставляя там небольшой белый блик и по контуру оставляем белое расстояние чтобы глазик у нас выделялся на фоне птички бликов глазики оставляем для того чтобы взгляд птицы был более живой уточняем контур темного пятна под клювиком аккуратно промакивая кистью ненужную краску снова переходим к перышкам на крылья нижний край мы подчеркиваем темными оттенками серого по краю оставляем тоже перышки фактуру перьев дальняя крылышко будет просто темно-сереньким добавим перышек маленьких чуть чуть выше оттеним крылышко от тела добавим падающую тень снизу на веточке тоже покажем собственную тень веточки более темным оттенком можно немножко добавить холодных цветов синего или фиолетового соединяем оранжевую часть добавим оранжевый немножко на крыло сделаем плавную растяжку промокнув кистью по краю чистой полувлажной кисточкой мы это делаем темненькие перышки еще наметим в области мордочки и вначале крылышко тоже мы добавляем тень намечаем крылья вот так вот по форме проявляя каждое перышко ряд таких маленьких перышек у нас идет потом опять пойдет еще один рядочек и черным еще можно усилить нижнюю линию и еще обозначить тени в перышках здесь тоже добавим такие темные полосочки по краю и на хвостике немного усилим тени в перьях отделив их друг от друга и вот уже у нас прорисовывается птичка становится более детальной мы это делаем поверх первых слоев и далее детали наносим уже на просохшие слои конечно же чтобы ничего не растекалось немножечко отделяем голову от тела тоном более темненьким и вот такой свиристель акварель у нас с вами получился присылайте ваши результаты к нам в инстаграм мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице ссылка на инстаграм находится в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч